Как показала проверка Роспотребнадзора, нарушения были в пищеблоке лагеря. Именно из-за некачественной работы персонала кухни в июне произошло отравление детей. 28 дней спустя Ласпи открыл ворота для новой смены. По словам директора лагеря, была создана брокеражная комиссия, которая перед каждым приемом пищи снимает пробы и проверяет качество блюд. У нас полностью изменен штат пищеблока, увеличен в два раза. Увеличен штат медблока. На сегодняшний день в медицинском отделении работают два врача-педиатра профессиональных, три медсестры, санитарка. То есть штат укомплектован на 100%. Кроме того, были замечания по оборудованию пляжа лагеря. Сейчас он соответствует всем нормам. На вышке дежурит спасатель, а раз в 10 дней производится отбор морской воды для проверки в центре эпидемиологии. Санитарно-гигиеническая обстановка в настоящее время в лагере полностью соответствует требованиям законодательства, о чем у нас имеются акты контролирующих органов, которые провели неоднократные проверки за период приостановки деятельности лагеря. Вода в бухте Ласпи пока холодная. Но даже без походов на море дети не скучают. Перед приездом второй смены была разработана обширная развлекательная и образовательная программа. Творческие и спортивные занятия. Регулярно здесь проводят массовые мероприятия. Все под наблюдением вожатых и педагогов дополнительного образования. Они занимаются в кабинетах, занимаются творчеством, например, лепкой, квилингом, также сценарным мастерством и сценическим движением. У нас работает хореограф, работают в разных направлениях танца, проходят мастер-классы и, конечно же, работает библиотека. Вожатых отбирали по особым критериям. Это лучшие студенты севастопольских вузов, представители студенческих отрядов. Они прошли школу вожатского мастерства, сдали экзамены. Александра – будущий экономист, а мечту детства стать учителем реализует здесь. Это, безусловно, большая ответственность, но она подкрепляется детской энергией. И то, что вожатые – это и друг, и брат, и папа, и мама для ребенка. Многие вожатые уже сейчас планируют продолжить работу в лагере и в будущем году. А еще больше вернуться сюда через год хотят и сами дети. В благоустроенном детском оздоровительном центре созданы все условия для комфортного отдыха. А пока здесь продолжается веселье, сотрудники ЛАСПИ уже думают о заезде третьей смены, который запланирован на 4 августа. Михаил Кумбров, Мария Буйлова, информационный канал Севастополя.